Золотой медалист Золотой медалью заканчивает школу, подтвердил все свои знания на экзаменах, а мы можем еще и сказать, что он очень активный человек, принимает участие во всех мероприятиях, которые проводятся в районе, в школе. С дальнейшей профессией Никита пока еще окончательно не определился. Будет пробовать поступать в несколько вузов сразу, в том числе в университет геодезии и картографии. Экология есть во многих вузах, но вот интересно в МАИ, экологии космической деятельности, кафедра. Также 18 июля ДВИ в МГУ, поэтому посмотрим, как я его еще сдам. Может мне повезет и получится еще как-то там сдать. Год назад Никита участвовал в конкурсе «Рыцарь года». Рыцарем, увы, не стал, но, как уверяет наш герой, это и не главное. Зато получил максимальную оценку в интеллектуальном конкурсе и приобрел множество друзей. С «Рыцарем» мы до сих пор общаемся со всеми. У меня очень большая была команда, по-моему, одна из самых больших вообще за историю школы. Там около 50 человек было у меня. И со всеми сдружились, даже с теми, которыми дружили, мы еще сильнее сдружились. Потом до сих пор общаемся и также с другими командами школ. Ученикам 7-й школы скучать некогда. Помимо учебы, говорит Никита, много всевозможных внеурочных дел. Сам он частенько принимал участие в мероприятиях, организованных молодежным советом при главе Ленинского района. А также Никита – капитан школьной команды в интеллектуальной викторине «Думай, знай, познавай». География – любимый его предмет. Учитель Наталья Александровна вспоминает, что еще отец Никиты был ее учеником. В попытке охватить все возможное в знаниях – это замечательный совершенно ученик. Это благодарный ученик в том плане, что он выиграл мне Олимпиаду по географии. Он участвует во всевозможных конкурсах по географии, не только. Он участвовал в этнографическом диктанте, в географическом диктанте. Он участвовал и дошел до открытого тура Ломоносовской Олимпиады. Расставаться со школой, говорит Никита, и радостно и грустно одновременно. Здесь даже стены родные. Мы в седьмом классе разукрашивали его стены. Не только на втором этаже, но и на других этажах. На каждом была своя какая-то фигура геометрическая. Сегодня вечером Никита вместе с еще девятью медалистами седьмой школы отправится на выпускной бал, который традиционно проходит на Советской площади с 1991 года. Потом будут вступительные экзамены, выбранные вузы, с которыми наш герой наверняка справится отлично.